25 июля 2021 года Киевская «Динамо» в рамках финальной подготовки к предстоящему сезону провела очередной товарищеский матч. Соперник турецкий Газиантеп, против которого Мирчалучевску в первом тайме выставил такой состав. Бойко, Сирота, Тымчик, Миколенко, Попов, Ситклей, Андреевский, Шапаренко, Караваев, Леднев, Гармаш. Не успел матч начаться, как наши пропустили уже на четвертой минуте. И вот тут мне стало интересно, когда отыграются киевляне. В том, что забьют в ответ, сомнений не возникало никаких. Леднев, Андреевский, Караваев. Устанешь считать опасные моменты у ворот Газиантепа. И вот, наконец, в середине первого тайма количество перешло в качество, когда на протяжении одной минуты Ситклей сделал два голевых ассиста. Сначала со штрафного на голову Попова, а потом Эрсой срезал мяч в свои ворота после прострела Ситклея. 2-1 на 28 минуте и уже совсем другое настроение. Тем более, что бразилец продолжал феерить, но после скидки Ситклея Гармаш не смог пробить голкипера. На второй тайм Динамо вышло в таком составе. Бущан, Дубенчак, Попов, Шабанов, Кензюра, Антюх, Шепелев, Буяльский, Депена, Родригес, Кулач. Сразу же пошла калька первого тайма, когда в самом начале киевляне снова позволили сопернику с линии штрафной нанести точный удар 2-2. Но недолго играл турецкий марш. Его бравурную мелодию прервали Буяльский и Скулачем. Первый из левого угла штрафной сделал передачу на дальнюю штангу, второй расстрелял пустые ворота Газиантепа 3-2 на 52 минуте. После чего игра явно сникла. Бущан потянул опасный удар и больше, пожалуй, вспомнить после перерыва нечего. Динамо одержало волевую победу и теперь непосредственно готовится к старту в УПЛ, где пожелаем нашему любимому клубу только успехов, впрочем, как и в Кубке Украины и Лиге Чемпионов. С вами был Саныч, до новых встреч!